Сегодня в Карачаевске почтили память генерал-полковника Салтана Кюкезовича Магометова. Он был не просто хорошим военачальником и искусным военным дипломатом и наставником для многих молодых людей, выбравших себе профессию служения Родине. На памятном мероприятии побывал и наш корреспондент Артур Ахмад Халкечев. Салтан Кюкезович Магометов – один из немногих военачальников нашей страны, кто прошел непростой путь от обычного солдата до самых высших воинских чинов. В запас ушел в звание генерал-полковника. Но и на заслуженном отдыхе он оставался в строю, посвятив свой огромный и бесценный опыт делу военно-патрического воспитания молодежи. Ровно 34 года назад, в последний день августа 1989 года, именно здесь, на территории музейного комплекса с защитником перевалов Кавказа, во время выступления на митинге ветеранов войны в Афганистане, перестало биться сердце Султана Кюкезовича. Он ушел, но оставил для нас свой образ, светлую память. Он ассоциируется навсегда с тем героическим народом, карачаевским народом, который дал нам это имя, прославившее далеко за пределами наш горный уголок. Имя, которое стоит наряду с другими прославленными полководцами в числе лучших, лучших военачальников нашей страны. Султан Кюкезович прошел четыре войны. Финскую, Великую Отечественную, Сирийскую и Афганскую. Выступавшие на собрании единодушно отмечали, что судьба генерала Магометова – самый настоящий пример для подрастающей молодежи. Для нас, ветеран Афганистана, Султан Кюкезович Магометов – это, во-первых, наш лидер. Его жизненный путь для нас – это подвиг, пройдя четыре войны, пройдя много испытаний. Вот ранее сегодня было сказано выступающими, что он своими действиями сохранил много жизней советских солдат и офицеров. Более 40 лет родного пути Султана Кюкезовича был оценен не только его отечеством. Он награжден 10 орденами и 16 медалями Советского Союза. А еще в числе наград легендарного генерал-полковника немало было и от правительств зарубежных стран. Это военные ордена и медали Сирии, Польши и Монголии. В общей сложности у него было свыше 40 правительственных наград иностранных государств. Был очень требовательный, честный. Благодаря им мы выросли такими, какими есть. Был авторитет и сегодня он авторитет для нас всех. Подражаем ему, ведем себя как он, но его нет, мы остались. По завершению памятного собрания в поселке Орженикизовский участники мемориального мероприятия выехали в Карачаевск, чтобы посетить могилу генерала. Участников возложения от имени руководства Карачаевского городского округа поприветствовал заместитель мэра Азрет Караев. После возложения цветов собравшиеся почтили его память минутой молчания и совершили обряд дуа. Ахмад Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.